Наверное, самая обсуждаемая тема сейчас в Эстонии – это беженцы, которые к нам должны приехать. Пока в небольшом количестве, в будущем, может быть, больше. У Илоны Калдера, известного экстрасенсы, мы решили спросить ее мнение по этому поводу. Как эти люди изменят наше общество, нашу жизнь? Как влияет на нас этот нынешний кризис с беженцами? Спросите меня сначала как жителя Эстонии, потому что я не могу себя не оппозиционировать как обычного жителя моей страны и конкретно региона Идавирума, что даст нам приезд этих людей, потому что это другая культура, это другой менталитет. Это люди, которые несут с собой боль, утраты. Это энергетика с мощнейшей силой тревожности, как минимум неустроенности. Конечно, я абсолютно понимаю, что гонят их сюда. Не от хорошей жизни эти люди бегут, и ужасы войны не дай бог никому пережить. Не дай бог хоть кому-нибудь оказаться в этой ситуации, чтобы, не имея ничего, прибежать в чужую страну. Я думаю, что они делают это тоже не из удовольствия. Другое дело, есть одно но. Насколько мы здесь способны помочь? Для того, чтобы помочь, надо это иметь, надо этим обладать. Мы обладаем добрым сердцем, мы обладаем гостеприимством, но материальная сторона разве она не важна? В нашем регионе на сегодняшний день отсутствует возможность выбора профессии. Очень много безработицы, к сожалению, люди живут... Но давайте признаем, Эстония одна из бедных стран. Всё-таки мы бедные, мы сами недостаточно устроены в быту и в жизни. И хотя бы для сравнения Финляндия, ведь молодёжь вся бежит туда. Молодые специалисты, молодые семьи, потому что уровень жизни, казалось бы, каких-то 60-80 километров и такая большая разница. Как мы можем сделать людей счастливыми, если отчасти мы сами несчастливы? Я задаю этот вопрос, не знаю, в космос, вам. Я хочу матом спросить у тех, от кого это зависит. Что вы будете делать, когда эти люди протянут руку? Вы дадите им работу? Вы дадите им пособие? Вы дадите им деньги налогоплательщиков? Что вы им можете предложить? Думайте об этом. Потому что мы за вас об этом думать не можем, беженцы уже здесь. Мы можем только продолжать жить рядом с ними и учиться терпению, потому что это разная культура, это разные потребности, разные возможности. Единственное, что я хочу сказать, что это объединит нас всех, наконец-то эстонцев, русских, либо в желании помогать, либо в каких-то других чувствах, которые тоже присущи нашим людям. И самое главное, все-таки немножко на позитиве хочется закончить, потому что я уверена, что этих беженцев в конечном итоге наша страна не привлекает. Здесь нет ни возможности хорошо и счастливо на сегодняшний день им выжить. Здесь нет возможности выбора, и климат наш не позволяет. Поэтому я думаю, что они здесь ненадолго. Если говорить не о нас, а о них, скажем так, устроится у них все в конце концов? Я этого искренне хотела бы, потому что я понимаю, что кто-то должен им помочь. Где-то они должны найти себя, но я за то, чтобы на те деньги, которые выделяются, на то, чтобы эти беженцы выживали, проще было прекратить войну. Проще было обустроить им жизнь, мирное небо там, в том месте, где они родились. Потому что где родился, там и пригодился. А скитаться по миру в этом счастья большого нет. Субтитры создавал DimaTorzok